Раньше старики говорили, утром встал, коня надо покормить в первую очередь, потом собаку, а потом уже идти самому чай пить. Вообще, это называется точка, я вот думаю, наверное, называют, потому что на карту, если сверху смотреть, вот этот дом, кошара, все смотрится как точка. В нашей культуре столько песен, лошадиная тема там звучит постоянно, неважно, о чем эта песня, о любви, о родине, вообще культура, язык особенно, родной язык, вот этот наш, язык матери моей, на котором я с ней разговаривал, культура, вот это, наверное, в конце концов, я сейчас думаю, меня сюда и привело, в степь. После сорока лет, конь у меня появился, сам вырастил его, и вот живем с ним теперь здесь, да, дорога? Самое главное, я думаю, богатство, которое нам оставили, наши предки, это вот эти земли, вот эти. Старики раньше говорили, Дома, короче, ты всегда как хозяин себя чувствуешь, а на чужбине ты гость всегда, чужой человек ты. Так что, каждый выбирается. Мне говорят, что счастье, это когда человек удовлетворен, все принимает. Я думаю, счастье, что мы все-таки, для меня счастье, что я родился в этом народе, что я могу слышать это все, думать надо этим размышлять. Ну, говорят, что каждый прожитый день, как жизнь, стараться прожить. У нас же как у людей, пока не клюнет там, человек не задумается, не ценит то, что есть у него. Ну, хотя бы иногда надо думать, что жизнь, она же бесконечна. А я вот через свою культуру, через свои традиции наши, айратские, калмыцкие, стараюсь с этой точки зрения смотреть на происходящее. На самом деле, ведь ничего не меняется особо в человеческих отношениях. Меняется только технология. Можно сказать, что это философия, болтовня. Я не раз слышал об этом. Есть люди практичные такие, очень целеустремленными, они себя называют. Они всю жизнь посвящают карьере, образованию. Говорят, что это философия. А философия, что такое философия? Это и есть сама жизнь. Трудности есть, конечно. Сельское хозяйство, оно всегда зависит от природы. От дождей, там будет дождей, не будет. Ну, если все воспринимать так, немножко по-философски скажем, тогда, конечно, легче все переносится. Понятно, что надо что-то делать. Если есть проблема, надо ее решать. Вот у животных, я смотрю, в степи игру. С животными, когда общаешься, скажем, внимательнее, если наблюдаешь за ними, у них многому можно научиться. Они пугаются того, что можно действительно испугаться. А люди выдумают себе страхи и носятся с этим всю жизнь. Правильно? Некоторых это переходит вообще в болезни. А ну, поцелуй меня. Она целуется, видишь? А сейчас я, конечно, не скажу, что я вообще ничего не боюсь. Как-то так. Ну, когда ты понимаешь, да, вот той же смерти бояться. Если она придет, она придет, придет. Когда есть результат того, что ты вкладываешь куда, свои силы, ресурсы какие-то. Потом видишь результат, это тоже, конечно, человек, наверное, испытывает удовлетворение, наверное. В 90-м году у нас в республике праздновали 550 лет эпосы нашего джангра. Большой праздник был. И все принимали участие. Ну, вот эти самодеятельные там танцоры, артисты, певцы. Жангарчи. А я тогда танцевал в народном ансамбле Баир. И Саглара пришла тоже. Набирали девушек, парней, чтобы пополняли, скажем, ансамбль. И вот она пришла с подругами. И нас поставили танцевать с ней в одну пару. И вот так мы с ней познакомились. И вот уже почти на следующий год 30 лет будет. Как мы в одном танце, так и танцуем. Жизнь называется танцем семейным. Четверых детей она родила. Дочка у нас старшая. Трех сыновей она мне подарила. У меня некоторые говорят, ты, наверное, вырос. Я джау и ныр, если сенькань. Ну, келямед наш, авиас, танкшалам, дудун наш. Это не так. Потому что у меня, даже мои родители, они не помнят своих родителей. Они выросли в детских домах сиротами или как. Все зависит от человека, я считаю. Если тебе интересен, допустим, родной язык, традиции, твои обряды, мировоззрение твоих родителей, дедушек, бабушек, предков твоих. Мировоззрение – это что такое? Как ты на мир смотришь, правильно? Отношение к жизни, к смерти, к природе, к животным, ко всему вообще, к людям. Да даже, знаешь, не работа, я вот пришел к этому. Не как работу воспринимают, а как жизнь. Просто жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова